Новейшая опасность. Коммунальные службы расчищают город от снежных завалов. В первую очередь там, где есть пешеходные дорожки. О чем напоминает сигнальная лента? Хобби по цене жизни в городе действует запрет выхода на лед. Создалась несколько дней плюсовая температура. Оправдан ли риск? Звуки души. Юный бобруйчанин стал победителем международного конкурса. Помимо школьных занятий, я также занимаюсь дома. Как это было? А также задачи правительству, крупный выбор и особый контроль. Гослесохрана переходит на работу в усиленном режиме. С чем это связано? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент собрал совещание по итогам зарубежных визитов. За последние две недели Александр Лукашенко посетил ряд стран. В Объединенных Арабских Эмиратах принял участие во всемирном саммите по борьбе с изменением климата и провел многочисленные встречи с коллегами во время форума. В Китае встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также состоялся официальный двухдневный визит в экваториальную Гвинею и рабочая поездка в Кению. Мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой мы должны работать. Образно говоря, дальняя дуга. Еще раз хочу подчеркнуть, что в круг близкой этой дуги, близких наших соседей и партнеров входят страны-содружества независимых государств. Россия, Китайская Народная Республика, два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения. Это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализовываются соответствующие решения президента отдельно по этим государствам. Декретом, по-моему, определяли работу с Российской Федерацией и вопросы работы с Китайской Народной Республикой. Ну а дальняя дуга, вот она обозначена, севернее, южнее расположены государства, которые нас очень интересуют. Глава государства подчеркнул, не должно быть никаких замедлений в реализации договоренностей, которые определены во время зарубежных визитов на высшем и правительственном уровнях. Особый акцент на активное включение в работу вице-премьеров, послов и МИД в целом. Дело тонкое. В Бобруйске действует запрет выхода на лед. В перечне небезопасных мест более 70 объектов. С полным списком можно ознакомиться на сайте горисполкома. Ограничения действуют в период образования разрушения ледового покрытия. Стоп-сигнал – недостаточная толщина. Важный признак прочности – прозрачно-зеленоватый цвет. Началась оттепель, выпал большой снежный покров. И под снежным покровом при таких условиях уже давно создалась несколько дней плюсовая температура. Поэтому лед начал интенсивно истончаться. В течение 3-4 дней 0,1 температуры лед истончается под снежным покровом на 20%. Вода только в этом году унесла жизни свыше 300 человек. 20 из них – несовершеннолетние. Несмотря на печальную статистику, сотрудники ОСВОД и МЧС во время рейда все равно встречают любителей зимней рыбалки на хрупком льду. И в большинстве случаев – без спасательных жилетов, которые обязаны быть на каждом. Билет на курорт, ценность заслуг и борьба за титул. В стране стартовал прием заявок на конкурс «Перспективные белорусские бренды». Кто приглашается к участию? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские индивидуальные предприниматели стали активнее переоформляться в юридические лица. Чаще всего крупный формат выбирают в пяти сферах – транспорте, торговле, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Всего с начала года зарегистрировано около 11 тысяч организаций на 2,5 больше, чем за аналогичный период 2022-го. В стране утвердили положение о пенсии за особые заслуги перед страной. Претендовать на выплаты могут герои Беларуси, Советского Союза и социалистического труда. Женщины с высокими государственными наградами, а также те, которые родили и воспитали 9 и более детей. В список включены лауреаты премий, чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр. Минэкономики открыла прием заявок на конкурс «Перспективные белорусские бренды». Они направляются до 30 января 2024-го. Посоревноваться могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Главная задача – выявить, поощрить и распространить передовой опыт работы. Состязание проводится по итогам деятельности участников за январь-сентябрь. Гослесохрана переходит на работу в усиленном режиме. В преддверии новогодних праздников будут проведены акции, информационно-разъяснительные беседы с населением. Главная тема – предотвращение незаконного приобретения хвойных деревьев. За самовольную рубку елей предусмотрен штраф. С 13 января возобновляются авиарейсы «Минск-Минеральные воды». Стоимость билета в одном направлении – от 66 рублей без учета сборов. Вылеты каждую неделю по субботам. Из Минвод – 8,10. Посадка в белорусской столице ровно через 4 часа. Из белорусского аэропорта взлет в 13,20. Прибытие на Кавказский курорт в 17,20. То снег, то дождь. Погода продолжает капризничать, а синоптики предостерегать. Коммунальные службы перешли на зимний график работы еще в ноябре. Сотрудники ЖКХ ежедневно на страже порядка. Для предотвращения случая травматизма ощущается снег с крыш, сбиваются сосульки. С легкой руки мастеров и специальных орудий дома быстро освобождаются от наледи. В нелегком процессе помогает спецтехника. Ежедневно эта техника убирает наледь сосульки с домов. В первую очередь там, где есть пешеходные дорожки, либо по месту следования школьников и в детские сады ребятишек. Не прекращается расчистка дорожного покрытия. Коммунальщики беспрерывно облегчают жизнь как автомобилистам, так и пешеходам. Снегоуборочные машины работают в режиме нон-стоп. Музыка для души. Бобручанин стал победителем международного конкурса. За легкими движениями рук Захара Короля кроется подготовка длиной в несколько лет. Именно упорство и любовь к искусству – секрет достижения высокой цели. С маэстро пообщалась Юлия Вернер. Несмотря на юный возраст, Захар Король – настоящий мастер своего дела. Под умелыми пальцами рождаются волшебные звуки. Парень с легкостью управляет смычком. Инструмент свободно подается молодому музыканту. Биолончель в руках у мальчика уже пять лет. Вслед за старшим братом юный исполнитель погрузился в удивительный мир нот. Любовь к музыке, сила воли и постоянное совершенствование своих навыков привели парня к заслуженному успеху. Секрет победы прост – регулярные занятия и упорство. Помимо школьных занятий, я также занимаюсь дома. Занимаю где-то час, может и больше, два. В школу музыкальную тоже хожу. В неделю три раза на специальности хожу и занимаюсь. По часу минимум. Подготовка к международному детскому конкурсу «Музыка надежды» длилась не один год. Между собой состязались 64 участника из Беларуси и России. В течение пяти дней молодые музыканты боролись за призовые места в своих возрастных категориях. Он очень легкий на подъем, очень музыкальный, очень техничный. И с ним легко работать. Захар – очень виртуозный парень. И ему удаются какие-то виртуозные моменты. Сейчас Захар Король учится в девятом классе. Планы на будущее серьезные. Парень планирует поступать в один из минских музыкальных колледжей и продолжать играть. Ближе всего сердцу юного Ростроповича классические произведения. В свободное занятие время школьник предпочитает спорт. Бобруйск славится множеством талантливых музыкантов и исполнителей. Не исключено, в ближайшее время этот список пополнит и Захар Король. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Все за покупками. В Бобруйске начнет работать предновогодняя ярмарка. 14 декабря на площади Ленина возле главной елки развернется настоящий уличный магазин. Все желающие смогут насладиться продукцией, общественного питания и горячими напитками. Блюда на гриле будут готовить прямо перед покупателями. Оценить выбор товаров и приобрести все необходимое можно будет с 11 утра до 9 вечера, вплоть до 14 января. Уважаемых наших жителей и гостей города Бобруйска, мы будем рады приветствовать на предрождественской и предновогодней ярмарке. Маленьким участникам нашей ярмарки будет предложен широкий ассортимент детской игрушки, сувенирная продукция, новогодние аксессуары. Также 16 декабря начнут работать елочные базары. Разместятся они на социалистической, минской, интернациональной 50 лет ВЛКСМ. Пушистую красавицу жители города смогут приобрести с 10 до 19 часов. В ассортименте будут новогодние деревья разной высоты, срубленные и в катках, а также букеты из ароматных веток ели. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok